Всем привет! Вы на канале группы компании CarX. И сегодня я вам расскажу про два очень интересных аппарата. Часто клиенты при выборе хозяйственного пылесоса для бытовых нужд сталкиваются на сайте, либо у нас в магазинах вот с такими аппаратами, не характерно черного цвета, и спрашивают вопрос, что же это такие за устройства, почему они отличаются цветом, и что они из себя представляют. Так вот, у нас сегодня на обзоре модель KERHER AD 3.200 и новинка, аппарат, который только появился в ассортименте группы компании CarX, это модель KERHER AD 4 Premium. Находятся они в категории хозяйственных пылесосов, но создавались изначально для таких целей, как сбор золы, либо сбор крупного мусора. Внешне они похожи, похожи они конструктивно, немножко отличаются они, скажем так, по функционалу, по назначению. Давайте разберем поподробнее. Комплектация у них схожа. Это всасывающий шланг металлический, он идет 2 метра и в том и в другом пылесосе. Шланг термостойкий, можно собирать мусор до 40 градусов. Шланг, две металлические удлинительные трубки, насадка напольная. С этим аппаратом все то же самое. Единственное, шланг, вот так вот, скажем, оккультурили, он стал теперь обрезиненным, но внутренняя часть также у него металлическая. Также две металлические трубки и напольная насадка. Если, к примеру, у вас есть задачи по сбору золы из камина, если у вас есть небольшая мастерская, и вы, к примеру, собираете деревянную стружку, если у вас задачи стоят по сбору воды, на мой взгляд, это будет одним из лучших решений, так как баки здесь достаточно большие, они идут на 17 литров. При сборе мелкого мусора, опять же, то деревянные стружки, здесь не надо использовать мешок, не надо его использовать за счет того, что здесь, как я уже говорил ранее, идет металлический бак, и здесь, скажем так, двойная сетка, то бишь основной мусор весь крупный будет задерживать вот этот металлический фильтр с мелкой ячейкой, а здесь уже стоит вот такой вот специальный бумажный фильтр, плоский складчатый, который уже будет задерживать что-то более мелкое от попадания на турбину пылесоса. А сам бак очень сильно будет вам напоминать зольный фильтр, если вы смотрели у нас на сайте, есть также отдельный аксессуар для любого из хозяйственных пылесосов, так называемый зольный фильтр. Так вот, бак металлический здесь на 17 литров, закрывается, ну, собственно, здесь верхняя часть очень похожа на аппараты 3-й серии, WD-3, закрывается и защелкивается. А в новинке Керхер, на мой взгляд, очень добавил такое необходимое решение, это система полуавтоматической очистки фильтра. Так как в предыдущем аппарате, если вы собирали мелкий мусор, и, к примеру, если все-таки он оставался на фильтре, и сила всасывания пропадала, для того, чтобы продолжить работу, вам необходимо остановить было работу, открыть аппарат, достать фильтр, его почистить, скажем так, поставить обратно, и только потом у пылесоса возвращалась сила всасывания, и вы продолжали работать. Здесь от более старших моделей, от профессиональных аппаратов, перекачивала полуавтоматическая система очистки фильтра. Если чувствуете то, что пылесос начинает хуже всасывать, вы, к примеру, прислоняете шланг в специальное отверстие, либо можно, опять же, закрыть поток воздуха рукой, и хлопаете по клавишу, и он обратным потоком воздуха, всю пыль встряхивает вам обратно в бак. Из таких еще новшеств это такой вот тканевый фильтр, который стоит уже после турбины пылесоса. Если что-то все-таки остается, какая-то мелкая пыль, то она будет, вот этот фильтр, он будет блокировать выход мелкой пыли наружу. Принцип здесь тот же самый, но только сетка здесь уже не круглая, сетка здесь она вот такая уже прямоугольная, ячейка чуть более крупная, но фильтр также здесь стоит, и он будет ограничивать попадание мелкой пыли дальше на турбину пылесоса. Давайте я запущу вам один из аппаратов и покажу его в действие. Соединяем две трубки, соединяем шланг, насадку. Сразу хочу сказать, что насадка в данном случае подходит только для уборки гладких покрытий, для уборки ковров она не подойдет, так как здесь всегда, скажем так, интегрированные резинки в саму насадку, и по ковру они просто будут неудобно ходить, если что-то крупное вам необходимо будет собирать с ковров, то насадка вам потребуется другая, но, опять же, не думаю, что покупая зольный фильтр и используя его в мастерских, вы, к примеру, будете его использовать для уборки ковров. Можно пролить небольшое количество воды. Прекрасно все собрался, вся вода сейчас находится в резервуаре, его достаточно просто воду вылить, при необходимости бак промыть, и, собственно, пылесос будет готов к дальнейшей работе. На мой взгляд, отличное решение, как я уже говорил ранее, для сбора золы, если, опять же, небольшая мастерская прекрасно будет собирать стружку, вам не надо будет тратиться на мешки, а система очистки фильтра позволит долго сохранить фильтр в чистом виде. А на этом спасибо всем за внимание, более подробную информацию смотрите на сайте karak.ru. Всем пока!